Психоделический текст Этот термин удобен и лаконичен для нас И все ассоциации с психоактивными веществами и прочими наркотиками мы пытаемся отодвинуть на задний план То есть мы не пропагандируем ни употребление наркотиков, ни чтение литературы в состоянии опьянения Это важно сказать Почему, собственно, я подготовил лекцию на какой-то теме? Потому что вообще все искусство с течением времени движется в сторону иррационального Мы пытаемся отодвинуть сознательное и пройти к бессознательному И именно поэтому психоделический текст – это, как мне кажется, вполне насущный вопрос современной литературы Первое, что хотелось бы отметить – это трудности, с которыми сталкивается любой автор, пытаясь создать психоделический текст Который будет расширять границы восприятия читателя Первое, литература – это не визуальное искусство, хоть оно и работает со зрением, с одним органом чувств Все зависит здесь только от нашей фантазии У нас нет никаких визуальных образов, ну, кроме, наверное, иллюстраций Но мы же не можем считать иллюстрации текстом, это оформление Никаких тактильных ощущений, никаких звуковых там дорожек Все, что может передать автор, передается только с помощью синтаксических конструкций С помощью лексики, фонетики и вот этого всего Отсюда же вытекает вторая проблема – читатель-читатель рознь Мы все воспринимаем абсолютно любую информацию, будто написанную, услышанную В данном случае написанную по-разному У нас свой, у каждого ассоциативный ряд, у каждого свой жизненный опыт и читательский опыт И, например, даже визуальный образ главного героя Книги, которые все читали, у каждого возникает по-разному С одной стороны, это трудности То есть у нас нет никакой определенности Автор не может знать точно, какой образ он вложил в нашу голову Но, возможно, это и плюс Потому что мы разбираем иррациональность текста И, возможно, если текст настолько иррациональный, что у каждого откладывается по-своему в голове Возможно, это плюс Проблема-то состоит вот в чем В идеале психотерический текст работает напрямую с нашим сознанием С потоком хаотичных образов, из которых состоит наша мысль А также ассоциативных цепочек Однако устная речь — это всего лишь упорядоченная имитация мыслей То есть мысли — это огромный пласт того, что у нас в голове Устная речь — это их опосредование А вот письменный текст — это опосредование уже устной речи То есть чтобы мысли привести в письменный текст, нужно пройти аж две стадии И за это время потерять очень-очень много Первые попытки приблизить текст к хаосу в голове были приприняты еще в античной и шекспировской драме И они назывались внутренним монологом Читатель на какое-то время отрывался от действительности, погружался в поток мыслей героя, оставшегося в одиночестве Как правило, этот герой находился в полубессознательном состоянии О котором мы постоянно будем говорить в течение этой лекции То есть что такое вот в шекспировской, в античной драме полубессознательно? Это человек умирал, человек болел, находился в бриту, сходил с ума И эти внутренние монологи, его поток мыслей, они как бы проговаривались, не имея конкретного адресата Просто выплескивались из его головы Следующим же шагом литературы в сторону бессознательного стала техника потока сознания Которая массово использовалась модернистами 20 века Термин поток сознания принадлежит американскому философу-идеалисту Уильяму Джеймсу, отцу современной психологии Он считал, что сознание это поток, река, в которой мысли, ощущения, воспоминания, внезапные ассоциации Постоянно перебивают друг друга и причудливо, нелогично переплетаются В отличие как раз от внутреннего монолога, который мы разбирали чуть раньше Внутренний монолог логичен, поток сознания иррационален и нелогичен То есть во внутреннем монологе человек, который его произносит, который его думает, он логически приходит ко всем выводам Он описывает это правильным таким каноничным текстом Поток сознания может быть вообще хаотичным Технику потока сознания использовали следующие авторы Лев Толстой, Джеймс Джойс, Джек Керуа, Милан Кундера, Олтнер, Пруст, Камю, Ульт и многие-многие другие Вы их все, конечно, знаете Однако этот поток сознания далек от упомянутой выше психоделий Текст, составленный по всем грамматическим и синтаксическим структурам Он не может полностью совпадать с тем, что у нас в голове Ведь мысли мы вне языковых категорий Что это значит? Чаще всего мы даже не расставляем знаки припинания у себя в голове, когда думаем Чаще всего мы даже не представляем визуальное написание слов Многие из нас не задумываются о том, как пишется конкретное слово, которое у нас сейчас в голове звучит Многие задумываются, но не все Это работает совершенно по-разному И вообще, значит ли это, что привычная форма языка, его фонетика, лексика, грамматика, синтаксис Отдаляют текст от того, что на самом деле творится у читателя в голове Значит ли это, что само слово по сути своей неполноценно, чтобы выразить сложную гамму эмоций Этим же вопросом задалась группа русских поэтов, писателей, художников начала 20 века Которые называли себя туристами Футуризм 20 века Они проповедовали разрушение формы условности искусства ради его слияния с ускоренным этапом жизни 20 века То есть жить стали быстрее, жить стали по-другому, мыслить другими категориями И, соответственно, пришло и течение, которое пытается восхвалять современность и отказываться от всего предыдущего Что им было характерно? Бунтарство и анархия, преклонение перед действием, движением, агрессией Отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремленное в будущее Отрицание норм стихотворной речи, эксперименты с ритмикой, с ритмой и поиски самовитого, раскрепощенного слова По большей части все это делалось просто для эпатажа, чтобы это просто было То есть все вот эти идеи, они чаще всего были прикрытием того, что каждый человек, который пишет какую-то ересь По большей части, мог бы назвать себя поэтом, писателем Вот, однако, как бы все это не звучало глупо и молодежно Они оставили огромный пласт в русской литературе тем, что понасоздавали неологизм Неологизм — это авторское слово, которое он придумывает сам Автор берет какую-то известную основу, известного слова Добавляет с помощью словообразовательных паттернов Добавляет к нему какие-то суффиксы, другие основы, приставки и прочее И образуется новое слово Владимир Маяковский, например, использовал такие слова Любеночек, вот как вы думаете, что это значит? Любимый ребенок Да, да, а почему? Почему такая ассоциация? Потому что у нас есть любовь и еночек Который отсылает нас к чему-то маленькому Дальше, стихачество Лихачество Лихачество, почему бы нет? Атища Медно-горлый Сравнение с медно-горлой Да, да, да Пианинить А как играть пианино? Брякать, то есть это негативная коннотация, да, то есть неумело А у кого другие ассоциации? Нет? Ну ладно Декабрь Декабрьский, причем, насколько я помню, в оригинале он стоял вместе с фильмом Декабрь, то есть это такая тоже очень негативная, такая функционально окрашенная Да, верно Следующий, Велимир Хлебников Девеса, это он соединил слово Дива и чудеса Кружиток, это круг, итог А вот смеяльный? Это, по-моему, не смешно, но у него опять же здесь эксперименты со словом, то есть у смей, с некотворным сметочи, то есть то есть слово смех обудрено разнообразными использованием и сочной ассоциацией Да, рабочем правстве Диктатура благодаря Да, это просто, да Сникота Сникота Да, ассоциация у кого-то с слепотой Почему? Темнота Темнота, да, отлично То есть, смотрите, в состоянии бессознательного слово теряет конкретное значение Слово начинает постоянно менять значение, менять свою форму И вот этот вот прием создания неологизма, он как раз приближает нас к психоделии именно тем, что он с помощью одного слова, довольно нелогичного, довольно странного Он дает нам целую гамму эмоций вместо одного лишь определения Алексей Крученок, вот этот вот человек последний, который у нас указан здесь Известный поэт-кутурист поставил еще один смелый эксперимент по созданию абстрактного языка Который, как он считал, будет очищен от шокийской грязи Этот язык был беспредметным Он по большей части состоял из звукоподражаний, полуслов, странных слоговых сочетаний Вкупе с интересным строением стиха и заумными неординарными образами они давали весьма интересный эффект Читатель, если был к этому подготовлен, конечно, улавливал тонкие оттенки чувств, которые хотел передать автор Но едва ли мог объяснить их обычным языком Вот скажите честно, улавливаете ли вы тонкие оттенки чувств, которые вложил сюда вот этот вот автор Вот в этих звуковых вещах Мы могли бы зачитать Извините, не мог бы Это я просто привел в эти примеры У него есть более адекватные стихи, которые я мог бы прочитать Да Острые бритвы мне сердце режут, молодая луна, моя золотая щека Страдаю, как молодой вертер, язык мой, голый дьявол, скоро попадет на вертол Бросаю к твоим сливочным ногам бокал с колбасой И утопиться бегу весь горящий и босой Это и стихотворение «Любовь технического повара» А вот смотрите, у нас здесь есть призапные образы Бокал, который никак не сочетается с колбасой Однако автор их сочетает Сливочные ноги Замечательно В следующем стихотворении Пример замечательных неологизмов Имени ее не произношу Живу молчальником Стиснув виски, стараюсь выполнить предотъездное обещание Да, так спокойнее, а не мильником За нафтоленины медикаментами доктор двенадцатью щипцами Сделал мне апорт памяти Во-первых, у нас здесь очень резкий образ, который сразу бросается в глаза Вот вы его сразу Я даже слышал резонанс от этих фраз Тут мы видим два очень странных неологизма, которые должны вызывать что-то неопределенное Молчальником Как вы думаете, что это такое? Мы думаем, что как отшипникам, давшим обед молчать Это сложно, как кажется Да, да, но вот Сколько вы сказали вообще слов, чтобы это объяснить? Много Много А он сказал это одним словом И есть еще А не мильником Есть идеи? А не мильником, а не а не мильником Может, как а не мия? А наоборот Извиняюсь Я слышал версию, что это из трех слов состоит А не милый То есть я не мил тебе Вот И следующий пример Снегота, снегота, стужа, южа, вьюга, стуга, 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 убийство без крови Тепозное небо, одна сплошная божь Но вот с сокосевших небес выпало колесо Всех растрясло лихорадкой громом И к жизни подзывало харпу в тот трех пронзительный крови цветов Здесь он постоянно использует разные словообразования Вот слово снег Будь то снегота, вьюжа, вьюга Вьюга есть слово, да И также использует резкие образы Следующая тема, которую я хотел просветить Это кат-ап метод или метод нарезок Его изобрели дадаисты Кто такие были дадаисты? Дадаист, дадаизм это авангардное течение в искусстве в начале 20 века Они считали, что рационализм и логика были главными виновниками войн и конфликтов И главной идеей дадаизма было последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики Дадаисты провозглашали, цитата Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего Несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего Основными их принципами была иррациональность, отрицание признанных канонов и стандартов в искусстве Цинизм, разочарованность и бессистемность Считается, что дадаизм стал предшественником сюрреализма По многим определившим его идеологию и методы Так вот, катап-метод или метод нарезок был изобретен в 1920-х годах Французским дадаистом Тристаном Царой 30-ю годами позже переработан писательным витником Уильямом Берроутом Собственно, что предлагал делать Тристан Царой Его прародитель, прародитель этого метода Он предлагал взять любое стихотворение, написанное даже не тобой, как автором Разрезать его на кусочки, буквально по слову, по фразе иногда Прямо вот как на картинке Сунуть это все в мешок, перемешать и в рандомном, то есть в случайном порядке Выложить на стол и составить из этого стихотворение И это как ни странно работало Вот это написал Тристан Царой Гордань один гляди, застыл гордый Под гирляндой кладу жирную титу Корамболь в корчаке, рукоять, пламя из пляги, сердечная прядь Нерв перпендикуляр в горсти у горькой жидкости и лампы с перегаром Позже за этот метод взялся Уильям Берроут, представитель бит-поколения К бит-поколению относились писатели и поэты, которые восхваляли свободу самовыражения Духовное искание торжества хаоса Они внесли вклад в развитие как нестандартный раскрывающий границ сознания прозы Так и литературы в целом К этому вопросу, к катап-методу Берроут подходил с другой стороны Он предлагал взять текст Вот Уильям Берроут, он вот так выглядит Он предлагал что делать? Он предлагал взять страницу текста, во-первых Во-вторых, полюбить эту страницу текста, чтобы с ней работать В-третьих, разрезать ее на четыре части вот так Поменять первую и четвертую части, и вторую и третью И именно так получится новый текст Между прочим, он также писал свои произведения У него была истратка Что-то вроде личного дневника, разделенное на три колонки В первой колонке он писал какие-то подслушанные мысли людей, которые он слышал Какие-то разговоры, обрывки, там, фраз Во второй, собственные мысли и идеи он записывал А в третью колонку он записывал цитаты из произведений, которые в данный момент читал Так что же получалось? Получалось три колонки, которые можно было читать по строчкам Именно так и рождались его произведения Вот, например, отрывок из «Голого завтрака» Который почти полностью написан с помощью этой тетрадки «Облеек бензином и подожги, на скорую руку белая вспышка, сдавленный писк насекомого Я восстал из мертвых с металлическим привкусом во рту, принеся с собой бесцветный запах смерти Детское место полудохной серой обезьяны Пантомные приступы боли после ампутации То есть вырванные фразы могут перемешаться у нас в голове И мы сами этого не понимая, как гласит эта гипотеза Воспринимаем текст просто как набор хаотичных образов И ката-метод или метод нарезок, он приближает нас к этому И если называть психоделею именно вот хаосом в голове, который вот у нас во время прочтения То вот этот метод, метод нарезок приближает нас как раз к ней Следующее, что хотелось бы осветить, это спонтанная проза Джека Керуака Это представитель вышеупомянутых битников, который разработал свой стиль Который он назвал спонтанной прозой Он считал, что текст должен ложиться на бумагу именно в том виде, в неотшлифованном В котором он рождается в голове автора То есть даже печатать и всем показывать свое произведение нужно не в исправленном варианте Которое делают там редакторы, а именно в том, в котором первый раз оно было показано на бумаге И непрерывности мысли своей Керуак достигал за счет крайне небрежного отношения к пунктуации Во-первых, он не любил вообще никакие знаки пунктуации, припинания, кроме тире Он считал, что тире это некий вдох для читателя, чтобы можно было перевести дух для внутреннего монолога Вот Существует миф, что его самое известное произведение «На дороге» было написано без каких-либо знаков припинания На одном огромном рулоне туалетной Нет, не туалетной Правда это или нет, неизвестно Печать был оттен вариант по грамотным английском Однако факт остается фактом Керуак вообще не любил знаки припинания И я хотел бы поставить прямо сейчас эксперимент с вами Мне нужен один доброволец, который просто прочитает мне текст Можете, пожалуйста, дать человеку микрофон? Кто-то проводится Это будет отрывок из «На дороге» его самого известного произведения Из него убраны все знаки припинания Поэтому я прошу вас, прочитайте его так, как будто знаков припинания вообще не существует Просто целиком Не расставляйте их в голове, ладно? Я постараюсь Я снова отправился на свою стальную постель Я распластался на ней, раскинув руки Я даже не знал, что именно надо мной ветви или открытое небо И мне это было безразлично Я открыл рот, глубоко вдыхало аромат с жункой Это был не воздух, вовсе не воздух, а всегда оживая манадца деревьев и трясинок Мне не спалось где-то в чаще, стихи начинали кукарек Зары по-прежнему не воздуха, не терканье, росинки Та же самая тяжесть в строке карака Прижимала над всем земле, которые мне принадлежали До зуда в небе не было ни наверх на рассвет В руки он слышал, как в темноте яростно голали собаки И затем родилось слабое чокание гонских копыт все ближе и ближе Что-то безумное, ночной всадник, это может быть тут Я увидел привидение, дикая ложная белая Как призрак рычи бежала по дороге прямо на Дина, за ней не отставая Бежали, как рисовали, и не было видно старых грязных лесных собак Но лошадь была белая, как снег огромный Почти светилась, видите, и тебе было очень легко Спасибо огромное, у меня сразу есть пара вопросов Не убирайте микрофон Легко ли было это читать? Очень хотелось жить и дышать Да, заметно было, да А вот скажите, то, что здесь нет знаков припинания Это намного усложнило задачу чтения, слух? Чтения вслух? Нет, он распространялся как единомонтонный текст Но осознать то, что читаешь, очень тяжело Теряется смысловой ведро А был ли определенный порог вхождения, после которого стало чуть легче? Ну да, ловился куда определенный лексический лист Вот, в принципе так и работала спонтанная проза Керуаха То есть ты в идеале, как он задумывал, должен был читать вот так все произведение И первые 20 страниц тебе физически больно, а потом тебе уже нравится То есть ритм он создавал не знаков припинания, как мы привыкли делать Он разрушал структуру текста Он создавал ритм при помощи образов Здесь образы сменяют друг друга И вот в данном отрывке, например, отсутствие знаков припинания вполне себе оправдано Потому как здесь довольно напряженная сцена На главному герою снится сон про то, как бегут лошади, собаки прямо на его друга Дина И в данный момент я не думаю, что его внутренний монолог, внутренний голос главного героя Звучал упорядоченно и медленно Все именно так же носилось у него в голове, прямо как вот в этом тексте Отсутствие знаков припинания поначалу пугает Затем, когда ты преодолеваешь определенный порог вхождения, это разгоняет твой внутренний голос То есть если убрать, ну, то есть, грубо говоря, знаки припинания, они просто увеличивают скорость того, как ты это читаешь Однако ритмика остается, остается смысл, остается впечатление Итоги Как сделать текст психотерическим? Во-первых, поток сознания принадлежает рецепиенту, то есть читателя к мыслям героя и помогает, ну, в них в суть проблемы Авторские неологизмы расширяют значение слов, иногда даже убивают значение слов Но это тоже работает как средство выразительности Хаотичность текста, которая достигается в нашем случае методом нарезок Вообще хаотичный текст можно создавать и просто так Он создает новые ассоциативные связи, обнаруживает их А также знаки припинания, или их отсутствие, или их частичное употребление, или их неправильное употребление Контролирует скорость и ритм внутреннего голоса при чтении У меня все Спасибо Спасибо вам